Продолжение следует... 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 Ксюша, не читай. Пусть пишет, как хочет. Может, она тебе неправильно подсказала. Ты уже чиркаешь. Видишь, как быстро справилась тебе еще одна. Пятое, дополнительное. Где? Ну, почитайте, мы все время об этом говорим. Это точно в занятиях проходили. Виды молитв. Первая ступень, вторая ступень, третья ступень. Недавно повторяли. А что вы все плохо видите, так криво сели все? Спинки ровненько. Вот, возьми вот это получше. Все, что ты написал? Так, осталось полторы минутки. Пять минут, коротенько, когда не пять заданий, по одной минуте на каждое задание. Уй, тут, что-то сказка даже. Так, а у тебя что-то? Домик? Фланировка? Валя. 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 Ура, не только смотри. Не забудьте имя с вами написать, чтобы я знала, чья работа. Молодец. Посмотрим, кто в этот раз лучше всех напишет. В прошлый раз Фрося с Ктюшей написали. Нет, но если они опять хорошо напишут, я их что-то... Опять вот прикримируем. Можно? Проверить? Да, да. Ну, проверить. Так, ну все, время вышло. Напиши, начало и конец пропусти. То, что знаешь, я увижу. Этот, может, ты... Не тот стих. Как просто раз... Он два стиха соединил разум. Ну, находчивость-то... Совсем не оттуда. Там не послушала никак. Ну, что знала, писала. Давай. Как есть, как и пишите. Все. Так. Вставай. 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 За... Вставай. Чтобы писать легко и быстро, надо просто было получить... И внимательно слушать. Я Вам задаю такие простые, припростые вопросы. Это не зло. Я, 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 че... А самое главное, не переживайте. Да. Почему? Потому что, самое главное, не жаренам, чтобы обастрелись жизнь следуйте писание пусть и следует чтобы иметь жить вечно так все написали молитва кто может сказать какие три ступени существует молитва ты наверно то что пропустила про сейчас расскажет самая первая первая ступень просительные когда мы просим что-то просим разве сначала потом нет она благодарственному можем с благодарственной начать конечно потом могу попросить но самое ну как сказать какая самая приземленная самая пред богом она как бы не такая возвышенная ступень и чаще всего люди к ней прибегают ей пользуются верующие неверующие все что-то просят выздороветь путешествовать там кому-то денег кому-то успеха на экзамене на контрольной так проходить там мы все время об этом говорим вот игнотик недавно рассказывал тоже не знаю мы касаемся этой темы постоянно вторая ступень благодарствия и третье слово слове благодарственно помните у нас было прям целое занятие о благодарности и вместо из писания выписывали почему нужно благодарить зачем нужно благодарить за все благодарите не только за какие-то прям дары и блага а за все благодарите ступени есть существуют там просто а правильный где все третий был всего один вот назидательная сразу отпадает первый вариант второй вариант что вопросительно разве такая молитва бывает вопросительно нет сразу понимаем что этот вариант тоже не подойдет чтобы там дальше не было написано третье но третье она правильно и четвертое дательная завершительная потому что есть такие молитвы датильный датильный подержи вопросительный я потом дома посмотрю я проверю сегодня в группе так пасхи никто не смотрел темы никакую тетрадь открывайте пишите дату сегодняшнюю сегодня у нас 0 8 0 3 2020 и сегодня коснемся такой темы вы уже большие где вы в жизни окажетесь где вы будете жить и возможно такие если вы еще не где-то не слышали не встречали среди знакомых столкнетесь с этим обязательно потому что согласно статистике 85 процентов женского населения особенно любят и женщины своей жизни хотя бы раз прибегают к помощи ну так образно скажем потусторонних сил мы сейчас не говорим о боге это приходят к помощи экстра сенсов бабок целителей в виду ней там и так далее так далее это статистика то есть у людей делали опросы и 85 процентов сказали так хотя бы раз жизни к этому гаданием к там на шаре на картах там разные всякие существуют духа вызывают вот я про эту если все вместе объединить то есть практически до 8 9 человек из десяти с этим сталкивались вот и как к этому относится библии вот как иван ты считаешь как мы как верующие должны к этому четко относиться у тебя ветрянка что-либо они было но недавно или где-то ну скажи как вот к этой теме сейчас ксюша будет именно библия библиям и мы как православные как которые читаем библию и чтим слово божие как мы к этому всякое все что нет бога от дьявола что это все от дьявола то что апостолы они всех волхвов то есть ведуней деяниях апостолов часто упоминается то что они изгоняли из них бесов из них из этих ведуней изгоняли дар пророчества может быть не только не только от бога но он может быть еще и от бесов до пророчества дар пророчества тоже нужно смотреть да от кого он происхождение его то есть можно ли верующим прибегать к этой помощи однозначно нет ни в коем случае нет а вот говорят и я такое слышала у меня была со мной училась нагреть ты понимаешь она верующая она ходила там такой бабушки и говорит ты понимаешь мы ведь у нее стоят иконы и она ходит в церковь как тогда быть она вот лечит во роже там что-то делает и у нее есть иконы в церковь она ходит многое фокусники еще 18-19 годах специально в веках использовали но когда делали какой-нибудь но фокус показывали они именно отговорили фокус-покус то что это но с латинского еще в италии использовалась качестве но в молитве эти фразы начали пользовались даже молитвы не использовали да как будто это силой ангелов используют делают что вот они на самом деле это неловкость рука тут даже еще и бога богом помогает и дает им такой да все слышали участок очень популярны именно почему у людей это популярное я вам сказала 85 процентов женского расследования прибегают к помощи сейчас очень есть некоторых канал и прямо хорошо даже на этом зарабатывают очень популярные передачи про кого про экстрасенсор про экстрасенсор вот я вам что хочу сказать про них даже не смотрите очень затягивает очень заманивает это интересно люди это смотрят рейтинг передачи зашкаливает слышите не слушайте внимательно ксюш ну я в следующий раз попрошу вас есть по разные стороны это все запрещено нам как крестьянам только однозначно к этому отношения нельзя даже если вот свечи приносят и так далее столько много если посмотрите в интернете столько много рассказов и столько много на эту тему передачи и роликов и священники говорят ведь они идут даже не как говорят а зачем вы в церковь идете ведь понятно какой силы они это делать делают они идут кто-то говорит за энергией какой-то там подпитаться да и еще что-то и они не боятся вот есть ролик угнать их на чего выставил на канале где как бы этот интервью дьявола да и он говорит мне надо в церкви как ты же церковь не подойдешь ты же боишься как да я на как там они на каждую службу идут помните какой-то святой в храм шоу вместе с ним без бежалом кредиты куда горитого я ни одну службу еще не пропустил его тащит его там стоит искушает чтобы не стояли не молились отвлекались мыслями своими вы когда мыслями отвлекаетесь вы понимаете кто вас отвлекает на и на это все чтобы не думали чтобы только не молились на домашней молитве в церковной молитве кто это делает и оказывается он вхож даже в храм может зайти представляете и стоит еще такой постник и такой молитвенник оказывается если мы постимся то он и вовсе не ест так вот он находит разные способы как людей только чтобы они в истинного бога не веровали виде вот этих бабок экстрасенсов виду не гаданий ведь часто попадаются просто ну чисто воды шарлатаны как словами но там фокусники разные там еще что-то ну общими фразами будут говорить они почти для каждого человека подойдут деньги выманивают каждый день слышим новостях где-то эта женщина перевела какому-то экстрасенсу который сказал что ее рак на первой стадии и надо срочно там вот он там это порчу снимет или порчу семьи с внуков ради внуков да и ради детей любая бабушка средства и запасы пенсии у нас говорят маленькие но у бабушек у всех почему-то запасы там то 100 тысяч то 200 тысяч отдала какому-то шарлатану или телефонному мошеннику или еще что-то и там на порчу снять или еще на что-то понимаете и сдают деньги а идут на этот обман верят в это то есть ну там просто шарлатаны но есть ли те которые действительно помогают и говорят вы знаете вот она даже ходить не могла еле как по квартире свозили там что-то чакры прочистили до сделали и действительно помогло а может такое ведь это они же не с богом а почему помощь почему действительно приходит облегчение страданий потому что потому что без и дьявол существует люди же многие отказываются верить то что он существует но еще бога скажу да что то там есть дьявола не соглашаются верить плохого нет все только есть хороший вот есть там хороший дедушка на небесах вот он там такой вот похож на санта-клауса с бородой такой добрый не исполняет все наши желания если беда происходит говорит да как ты так да как это посмел как ты допустил там погибли люди или еще что-то претензии к этому дедушку пришли только все должно быть только оттуда добро идти они думают что есть еще и другая темная сторона и сила если есть рай царство небесное есть от об этом написано в библии есть бог и есть сатана лукавый дьявол а у него много имен вот одна просит только конспектирует тема можно ее назвать тема колдуны экстрасенсы вот смотрите по прочитаем из второзакония 18 глава что говорится на эту тему когда господь народ божий должен был пойти в землю обетованную помните когда это было просит ой смотрю на ксюшу говорю прося ксюша когда это было землю в обетованную кто вел народ божий в землю обетованную моисе вел да и господь говорил с моисеем и назидал и на народу божему тогда через пророков господь говорил с народом божием и он говорил что там живут народы до в этой земле и но поселитесь вы это будет это ваша земля и вот он говорил когда ты войдешь землю которую дает тебе господь бог твой тогда не научись делать мерзости которые делают народы сии то есть те которые там уже живут не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель гадатель ворожей чародей а вы запишите себе хотя бы место второзакония 18 глава вызывающий духа волшебник и вопрошающий мертвых сам стих не надо записывать я читаю сразу несколько пять стихов второзакония 18 глава целая часть этой главы с 9 по 14 стих еще раз слушайте вопрошающие мертвы знаете мертвых вызываем духа там пушкина да там или еще кого-то духа вызывая а кто в библии вызывал ходил вызывать духов духов за угол правильно ли пятерку получаешь а как и а вспомнишь а там-то не умер самуил правильно пророк самуил помните мы песни пели самуил вот он пророка самуила вызывал у этой пророчицы да или какая там была волшебница это было угодно у богу это было ужасно это очень неугодно было богу и и какой печальный конец у жизни этого было царя великого первого царя красавца воина он все потерял и такая смерть нечестивая у него была помните ну что он сам на меч на свой упал да то есть это самоубийца царство небесного не наследует то есть страшный страшный финал и конец у человека произошел то есть а он пошел зная что этого делать нельзя потому что еще моисей за много-много-много лет вернее господь говорил божьему народу еще они не вошли в землю в обетован у них еще и земли своей не было царя не было еще до этого говорил нельзя вызывающий духов волшебник и вопрошающий мертвых ибо мерзок пред господом всякий делающий это из-за сиита мерзости господь бог твой изгоняет их от лица твоего будь непорочен пред господом богом твоим ибо народы сии которых ты изгоняешь слушают гадатели и прорицатели а тебе то есть тебе народу божьему не то дал господь бог твой замечательное да место четко говорится непримерно не как бы ничего а прям четко говорится нельзя это мерзость не два раза слово мерзость попал повторяется в этом месте не научись делать мерзости перечислять какую и после этого опять говорит из-за сиита мерзости опять то есть посмотри что вверху написано и си и то есть мерзости можете написать гадания тире мерзости волшебники гадания колдуны это все мерзость пред богом и они имеют тоже силу потому что на их стороне темные силы они им дают это и зачастую действительно временное получают исцеление или избавление улучшение ситуации но на самом деле я очень страшен ни в коем случае этим заниматься нельзя то что насчет подобным вот методом как дьявол действует то есть вот эти улучшения действуют это можно сравнить с ядом некоторых животных то есть сначала они после того как делают укол яд проникает в организм человек сначала чувствует то что ему плохо он болеет но потом немножко ему становится получше он чувствует то что вот уже получше думает все исцелился а потом еще с большей силой на самом деле то есть вот это ощущение что все исправилось это ложное на самом деле он продолжает разрушаться изнутри то есть тут можно даже сказать люди идут ради телесного улучшения какого-то душу свою продают да отдают дьявол то есть идут на вот такое не понимая какой вред они приносят своей душе уже запели сейчас еще один стих прочитаю напишите галатом 5 главе тоже об этом сказано это уже новый завет то есть мы из ветхого завета место привели теперь из нового завета в пятой главе посланиях галатом апостол павел пишет дела плоти известны они суть то есть дела плоти то есть плоть это вот наша телесная человек состоит из плоти и духа дела плоти известны они суть двоеточие прелюбодеяние блуд нечистота непотребство идолослужение волшебства волшебство вражда ссоры зависть неправки разногласия соблазны ересь ненависть убийство пьянство бесчинство и тому подобное то есть волшебство стоит рядом с убийством и пьянство стоит рядом с убийством слышите призывания вас как у прежде предваря то есть предупреждаю я вас говорит апостол павел что поступающий так царство божие не наследуют аминь 3 парку господи благодарим тебя за это занятие благодарим что ты нас подобен здесь собраться что мы имеем эту возможность это помещение этот храм господи помоги нашим детям все что они слышат применить своей жизни изучать писание слушать своих родителей помоги господи и болящим дару исцеления боляще полине леониде тарасию сохранение господи стили и помилу тебе за все слава хвала чистый похоронение отец сын и дух святой аминь 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 и Благословите, Господа, все дела Его, на всяком месте Владычество Его. Слава, Своей Сын и Святому Духу, и ныне, и пресне, и во веки веков. Аминь. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, Имя Святое Его, благослови мне Всегосподи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава, Своей Сыну и Святому Духу, и ныне, и душе моя, Господа, Вот свою, Господа, в животе моем, пою Богу моему, да он здесь же есть. Не надейтесь на Князя, на Сыны Человеческие, В них же есть спасение, И зык, и Дух Его, и возвратиться в землю свою, Той день повинутся по мышлению Его, Блажен Ему же Бог, как и помощник Его, Упование Его на Господа Бога Своего, Сотворшего неба и землю, Море все я живу в них, Хранящего истину век, Творящего суд обидимым, Дающего пищу алчущим, Господь решит окованные, Господь умудряет сверцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, Сироид да упримет, И путь грешным погубит, Вот царица Господь вовек, Бог твой сегодня в роды род, И ныне приснай, во веки веков они, Единородный Сын, И в Слове Божьем бессмертенцы, И изволив и спасение нашего ради, Воплотитесь от святые Богородицы И присноделы Мари, Непреложного человечегося, Раскныся же в Христе Божий, Смерть и смех поправый, Единцы, святые Троицы, Прославляемый Отцу и Святому Духу спаси, Спаси нас, спаси нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Аминь, В царстве Твоем помяни нас, Господи, Их да прийдешь и во царстве Твоем, Благо, жени, нищие духом, Ях от тех, и в царство небесное, Благо, жени, плачущие, Ях от тех, и в царство небесное, Их да прийдешь и во царство небесное, Благо, жени, плачущие, Жаждущие правды, якоти насытятся, блаженье милостили, якоти помилований будут, блаженье чистее сердцем, якоти Бога узрят, блаженье миротворцы, якоти сынами Божьим нарекутся, блаженье изгнанным правды ради, якоти лицарство небесное, блаженье изгнанно поносят вам, и женут и рекутся в зол Богом на вылжущем и не ради. Радуйтесь и веселитесь, яком за ваше много на небесе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Голи, придите, поклонимся и приходим ко Христу, спаси нас, Сыне Божий, воскресе из мертвых поющий отец, Аллилуйя.